Всем добрый день! С вами Аврора Дайджест. Редакция Аврора Медиа собрала топ острых событий в Хабаровском крае и не только. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первую рабочую встречу с новым генеральным консулом Китая в Хабаровске Дзян Сяояном. В ходе встречи Михаил Дегтярев отметил, что с учетом приграничного положения нашего субъекта роль Китая в активизации сотрудничества с дружественными странами России сегодня возрастает. На данный момент Хабаровский край сотрудничает с провинцией Михейлун Дзян, Дзелинь и Гуандун. Особую роль в сотрудничестве Хабаровского края с КНР отводят развитию острова в Большой Уссурийский, кто в ближайшее время станет основной темой заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В Хабаровском крае в помощь мобилизованным собрали более 20 миллионов рублей. Ранее в Хабаровском крае развернули шефскую компанию, в которой приняли участие 86 предприятий, органы власти и представители малого бизнеса. Закуплена одежда, обувь, лекарства и гигиенические принадлежности и продукты. Большая часть средств направлена на покупку бытового оборудования, электрические генераторы, тепловые пушки, топоры и многое другое. Также воинские части купили квадрокоптеры и рации. Одна из компаний передала в дар автомобиль. Наиболее значительный вклад внесли предприятия горнодобывающей леса и рыбодобывающей промышленности. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поддержали предложенные поправки в федеральное законодательство, которые должны сделать доступнее лекарственные препараты в небольших и отдаленных поселениях страны, в том числе и Хабаровском крае. Отзыв об этом и свои предложения они направили в адрес своих коллег в Госдуме России. Также депутаты Законодательной думы Хабаровского края поддерживают проект федерального закона о передвижных аптечных пунктах и дополнительно предлагают использовать для осуществления розничной торговли лекарственными препаратами мобильные медицинские бригады. Эскиз будущего продолжения набережной Хабаровска от речного вокзала до новой гидрозащитной дамбы около торгового центра Броска Мол проектировщики презентовали губернатору Михаилу Дегтяреву. Проект призван объединить центральную часть Хабаровска с Южной. Участок от речного вокзала до торгового центра Броска Мол протяженностью до двух километров станет новой точкой притяжения, превратится в велопешеходную зону и будет иметь два уровня. Первый уровень – это существующая береговая линия с обзорными площадками и смотровыми биноклями. Второй уровень – мосты с видом на Амур, дублирующие прогулочный маршрут. На всей территории обустроят зоны для семейного и детского отдыха, преобразится и территория вблизи торгового центра. К строительству приступят осенью 2023 года. Горячая линия мобилизации в Хабаровском крае принимает по 150 звонков в день. Всего с момента объявления мобилизации консультация специалистов понадобилась 14 тысячам жителей. Сейчас хабаровчан интересуют вопросы, связанные с обеспечением военнослужащих и их семей. Денежные пособия, единовременные выплаты, меры социальной поддержки. На все эти вопросы и не только в откровенном диалоге в студии «Аврора Медиа» рассказали заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов и военный комиссар Хабаровского края, герой России Сергей Евлампиев. Полный выпуск смотрите на нашем YouTube-канале по ссылке в описании. Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стримаусов По предварительным данным, виновником ДТП, в котором погиб Стримаусов, вероятно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Водитель Стримаусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Внедорожник замглавы Херсонской области сильно поврежден. Бронекапсулу оторвало от шасси. Президент России Владимир Путин наградил Кирилла Стримаусова Ордена Мужества посмертно. Кирилл Стримаусов после начала спецоперации стал председателем Комитета спасения за мир и порядок, который учрежден в марте 2022 года. Затем он стал замглавой администрации региона. Кроме того, он неоднократно заявлял, что возврат Херсонской области в состав Украины невозможен. Он погиб в возрасте 45 лет. Промежуточные выборы в Палату представителей США состоялись 8 ноября 2022 года. Голосование прошло во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. На данный момент республиканцы получили уже 208 мест в Палате представителей, в то время как у демократов 189. Необходимо занять 218 кресел из 435, чтобы иметь контроль над Палатой одной из партий. Что касается Сената, то предварительные опросы показывают примерно равные шансы для демократов и для республиканцев 48 голосов с обеих сторон. Американская газета The Washington Post сообщила о прекращении оказания помощи Украины в случае победы республиканцах на промежуточных выборах в Конгресс США. Однако пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что Кремль внимательно следит за результатами выборов, но не преувеличивает его значение в рамках отношений Россия-США. Благодарим за просмотр! Следите за нашим дайджестом!